Городской департамент дорог и транспорта незаконно отказывался принимать у перевозчиков данные о количестве льготников. Из-за этого за два года транспортные компании недополучили более 300 миллионов рублей. Такую информацию озвучила антимонопольная служба. Региональный УФАС направила предписание с требованием подключить к системе автоматизированного учета пассажиропотока порядка 30 компаний. Департамент дорог и транспорта должен будет рассмотреть заново отказы, которые они выдали перевозчикам. По невозмещению субсидий администрации предусмотреть возможность сопряжения между валидаторами и системой оператора. Ввиду того, что экспертиза и специалист подтвердил, что возможность имеется. Напомним, Пермь перешла на автоматизированную систему учета пассажиропотока в феврале прошлого года. Программное обеспечение для нее муниципалитет приобрел у компании ИТ-центр-сервис. Однако к этой системе подключилась лишь часть перевозчиков. Остальные выяснили, что стоимость услуг системы, предложенной департаментом, в несколько раз выше, чем у других разработчиков. Их услугами перевозчики и воспользовались. Однако Гортранс отказался подключать стороннее программное обеспечение. В итоге треть компаний лишилась компенсационных выплат за перевозку льготников и обратилась с жалобой к антимонопольщикам. Те признали ее обоснованной.